МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир, Первый национальный телеканал 24. Наши гости сегодня лидер движения «Кредитный Майдан» Татьяна Руденко, Сергей Еременко, заместитель председателя Национального банка Украины в 2005 году, Николай Рудьковский, народный депутат, лидер социалистической партии, Владимир Лавренчук, председатель правления Райфайзен Банковаль, Александр Суганяко, президент Ассоциации украинских банков. Ну, по составу гостей вы уже понимаете, что мы будем обсуждать. Мы будем обсуждать кредиты. Я не буду вдаваться в детали, об этом наши гости расскажут, но вчера в первом чтении был принят закон о моратории на изъятие имущества, предоставленного для обеспечения кредитов в иностранной валюте. И этот закон, если будет принят... Он принят. Принят в целом. Значит, будет действовать, но не подписан президентом. Ну, когда он вступит в действие, скажем так. И он будет действовать, пока парламент не примет законопроект о конвертации валютных кредитов в гривневые. И такой законопроект, Николай Рудьковский, 28 мая зарегистрированный. И называется он о переводе кредитных обязательств с иностранной валюты в национальную. Татьяна Анатольевна, вот опишите нам, по возможности, как бы так, коротко, масштаб бедствия. Вы знаете, ситуация сложилась настолько быстро и настолько молниеносно, что мы даже сами не поняли, насколько у нас много и насколько это существенно. На сегодняшний момент оказалось, что уже около 4 миллионов заемщиков, точнее, это их семьи. Официально Нацбанк дает немножко меньшее количество договоров, но нас около 4 миллионов. Это дети, мужья, жены, то есть это все заемщики. У каждого заемщика есть еще и поручитель. То есть у нас получается как минимум 8 миллионов. И если учесть, что есть и друзья, и подруги, и соседи, которые поддерживают это движение, то, ну, как бы проблема имеет такой очень масштабный размер. Я думаю, что... Это люди, которые не в состоянии возвращать кредиты. Вы знаете, я не могу сказать, что люди, которые не в состоянии, люди, которые хотят возвращать кредиты. Ни один из заемщиков не сказал, что мы не хотим и простите нам. Нет у нас таких. Но у нас сложилась такая ситуация, что мы не можем. Из-за финансового кризиса, из-за курса гривны и доллара, из-за каких-то... ну, из-за тех же военных действий, из-за падения экономики в стране, из-за вот этого форс-мажора, из-за коллапса, в которой страна находится, люди практически остались вообще без... Ну, я не скажу без средств к существованию, но в принципе, если раньше у нас были там 30% от доходов, мы отдавали в кредит, погашая кредит, то на сегодняшний день нам для того, чтобы мы могли погасить свой кредит, нужно уже внести 120-150% от доходов. Это практически нереально. Анатолиевна, а на это идет речь о людях, которые взяли кредиты в валюте? Или не обязательно? Нет, это только валютные заемщики. Только валютные. А гривневых мы даже не говорим, потому что официально гривневых заемщиков 12 миллионов. И если они к нам присоединятся в нашем возмущении, то это практически вся Украина, это кредитный Майдан. А вот... А ваше возмущение... А ваше возмущение... Причина вашего возмущения? Падение курса гривны, точнее, рост доллара у нас на сегодняшний день... Вот я скажу о себе. Мы взяли с дочерью кредит, у нас возможности были их погасить. Я взяла 150 тысяч долларов кредит. На сегодняшний день, с 2008 года по сегодня, я уплатила много, но результат тела кредита 48 тысяч, и 100 тысяч я заплатила уже процентов. На сегодняшний момент... А какой был процент? В тот момент, когда я брала, это был 11,49. Очень каверзный вопрос здесь у меня, потому что у нас есть плавающая ставка. Плавающая ставка – это вообще что-то непонятное, как мне сказал Национальный банк, мы вообще не понимаем, что это. То есть есть банки, которые выдают плавающие ставки. Ставка меняется в течение года, зависит от чего-то, где-то... Сколько вы платите сейчас? Ну, на сегодняшний день мне нужно платить 1780 долларов ежемесячно. У меня с 1700 600 долларов – это идет тело кредита, остальное – это проценты. И каждый год у меня плавающая ставка увеличивается, увеличивается. На сегодняшний момент это порядка 14%. Но вы подписали контракт с плавающей ставкой, я понимаю. Да. Но когда же я пришла в банк, мне никто этого не сказал. Ну, потому что это риск. Курс может пойти так или так. Понимаете? Вы знаете, если рассчитывать риски, мы все их просчитывали, но никто не думал, что с 4 или с 5 в гривне доллар поднимется там до 12. Это 300%. Можно я просто хочу спросить у Николая Николаевича, как он хочет своими законопроектами помочь вот этим людям 4 миллиона? Савик, вот я хотел бы, то есть я расскажу о сути законопроекта, но я хотел бы просто объяснить, и чтобы и зрители, и банкиры могли прокомментировать. Вы понимаете, в 2007-2008 год, когда в основном выдавались валютные кредиты, они выдавались как? Австрийский банк, другие иностранные банки давали валютные кредиты своим дочерним банкам в Украине. Они выдавали им сюда под 3%. Значит, эти банки потом выдавали украинским гражданам по 12% валюте, закладывая все риски, треть на невозврат. Это первое. Значит, второе. В этих условиях, когда люди взяли такие кредиты, и государство говорило, у нас будет стабильная национальная валюта. Главная задача национального банка – это поддержание курса. У нас растут валютные резервы. И все убеждали, в 2008 году был период, когда вообще не выдавали гривневые кредиты, говорили, берите в иностранной валюте. Вот заместитель председателя бывшей Нацбанка вам это скажет. То есть это была целенаправленная позиция. Банки знали, что курс может поменяться, а заемщики верили государству, и люди взяли эти кредиты. Они рассчитывали, да, что они будут платить треть своего семейного дохода на обслуживание, а улучшают свои условия жизни. Но никто не думал, и за 20 лет они могли оплатить, грубо говоря, две квартиры, две стоимости квартиры, обслуживая проценты, но улучшив свою жизнь. А сейчас, когда с пяти курс поменялся до 12, человеку нужно выплатить пять квартир, ну это же уже не кредитование, это уже рейдерство какое-то. И в этой ситуации нельзя все сложить на заемщика, потому что банки знали, правительство знало, сейчас правительство вообще поменяло свой подход. Нацбанк уже не борется за стабильный обменный курс, он говорит, курс будет плавающий, он может доплыть завтра и до 20. Хорошо, вот скажите, значит, вы предлагаете, да, согласно вашему законопроекту, значит, в течение 30 дней с момента обращения заемщика перевести его кредит с иностранной малюты в национальный. Можно я по деталям закона, который мной внесен? Только самое главное. Коротко, предложение. Первое, я сейчас потом вы прокомментируете. Первое, что предлагается. По курсу, на момент подписания договора, переводится этот кредит в национальную валюту, по курсу на дату подписания договора. Значит, я еще хочу акцентировать внимание. То есть оставшаяся часть кредита. Конечно, вот оставшаяся недовыплаченная. Значит, почему? Потому что Национальный банк в нарушении законодательства Украины дал разрешение на заключение валютных кредитов своим распоряжением. В Конституции, в законодательстве четко сказано, что национальная валюта гривна. И потом, в 2009 году Национальный банк так и запретил. То есть это была, в принципе, ответственность государства. Хорошо, значит, что вы предлагаете? Вы перевели, да? Первое, перевели. Второе, мы предлагаем процентную ставку, не больше учетной ставки Национального банка при обслуживании 9,5%. Мы предлагаем все пенни штрафы списать. Также мы предлагаем, если хочет банк продать свой кредит, то первым он должен предложить с дисконтом, если он продает с дисконтом, он должен продать этот кредит кредитору, а не какой-то коллекторской компании. Что сейчас происходит? Люди, вот как сейчас Татьяна выступала, она заплатила 150 тысяч уже по обслуживанию. Значит, да, часть тела кредита, часть проценты. Теперь у нее могут за 300 долларов забрать квартиру, банк продает квартиру за 5 тысяч долларов, ну, потому что это уже целые схемы работают, приближенная к какой-то финансовой компании, которая продает потом за реальную, и она будет еще 50 тысяч, 40 тысяч долларов будет должна. Ну, это же, ну, это же коллапс, это же... Я не дозволю на австрийский банк, ничего, что я вам скажу. Ничего, что вам, может, не зручно говорить. Я дозволю сейчас начать. Значит, первое, я хотел бы, чтобы наша сегодняшняя разговора была вот то, что называется карта на стил, и без политики, Савик, если это возможно. Это не политика. Это обязательно должно быть. Тоди, пані Дитяна, ну, вибачьте мені, ну, давайте називайте речи своими винами. Мы выстраждали это, мы пройшли через 89-й рік. Тогда было меньше миллиона, ну, почти миллион, 980 тысяч рахунков кредитных, по которым банки давали кредиты валютным, физическим особам. Сегодня их 300 тысяч. И мы давайте из этого выходим. Раз. То есть, иначе это будет... Я могу отвечать, или нет? Нет, 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 это цифры, за которые, извините, я отвечаю. Другий момент. Я это помню. 23 миллиарда валютных кредитов валют в доларах в 2008 году. Вот на начаток кризи. Так? Тоді, за нашими підрахунками, 180 миллиардов позичальники отримали додаткового навантаження, про що Асоціація Українських Банків про це говорила. Ми про це говорили через те, що відбулося падение курсу. Страшна цифра, пам'ятаєте? Да. Из 5 до 8. Да. На сьогоднішній день такі заболгрованість не 23 миллиарди, а 7,7 миллиарди. Множьте 12 мінус 8, грубо, на 4, ми получаємо 30 миллиардів. Подождите. Що? Ну так у меня встречный вопрос. Если вы считаете, что нас так мало, это не проблема, почему нам в ответ говорят, вы положите банковскую систему? Если это не проблема, на совсем немножко... Прекрасно, Таня, даю відповідь. Мы домовились говорить честно, да? Честно. А потім пан Володимир буде поправляти. Я сказал, що ці збитки складають порядка 30 миллиардів. Да. Мы сейчас говорим, в какой валюті? В гривні. Давайте только не выжить разных валютах. Нормально, нормально. 7,7 миллиарди доларів сьогодні заборгованість по цим кредитам, про яким ми говоримо. Причем це все загал. Ми потім ще розкриємося, так? Процелось. То ви ж знаете, що банківська галузь, про яку я тут представляю разом з ними? Нет. Стоп. Теж професионально, з 5-го року. Давайте не нейтраль. Я надо слушать. Это падение курсов по банківському галузі. Сколько порядка 60 миллиардів виток депозитов? Проблеми з ліквідністю. Это наслідок того, что произошло, так? Теперь, станом на сегодня, на первое, пятие, депозиты, взагалі, пасивы перевищают активы по системе в целом. Больше, чем на 10 миллиардов. Курси ці, курсові різниці, знову лягають на це. Це теж для галузі патиційні збитки. Так? І плюс до того, що валютні кредитори, позичальники, які брали кредити, дуже погано позичають. Сьогодні голова Національного банку на радіо 2-ї години в Національному банку заявив про те, що в середньому по системі 30% непрацюючих кредитів – це всі, а валютних – 50%. Тобто вони не працюють, вони не приносять доходів. Тобто по банківській системі проблеми з курсом ударили надзвичайно сильно. Якщо додати до того, що є об'єктивно, ще ініціативу пана Рудьковського, то проблеми будуть. 100% будуть. Я назвав вам цифри. Значить, давайте не перекладати відповідальність банків. Чекайте. Я нікого не перекладу, я дам цифри. Банки, замість того, щоб 80 мільярдів, які дав Національний банк на повернення заощаджень громадянам, вони викинули ці кошти на міжбанківську валютну біржу. І ми маємо сьогодні 12. Ми окремо ще зробимо слідчу комісію і перевіримо, куди направили ті недобросовісні банкіри кошти на рефінансування, куди вони їх відправили. Це ще буде окрема історія. Давайте не перекладати відповідальність на громадян. От у мене одне запитання до австрійського банку. Під який відсоток Райпайзенбанк в Австрії дає кредити на іпотеку в Австрії? І під який відсоток ви даєте тут? От в Австрії під який відсоток? Я практикуючий банкір. Так. Більше 30 років працюю в Україні, живу в Києві все своє життя. Я буду відповідати за практику роботи українських банків, але відповідачі наші запитання дешевше, ніж в Україні. Ні, скільки? Три відсотки? Три з половиною? Три відсотки. Але це ж не відповідь. Ні, правда так. Але можна я прокоментую попереду дискуссию, тому що мені видається, було дуже багато цифр. Якби, навіть, ну, я маю деякий досвід із того, що я сказав. Я вже сам заплутався в цих цифрах, я не знаю, як висав, як і є аудиторія. Я заплутався. Аудиторія тим більше. Чим більше цифр, тим менше картина зрозуміла, де ми знаходимо. Це стратегія банкірів. Заврота тих позиційників. Я мовчав, Микола. Дзвольте мені продовжити. Я б... Яка картина у нас виглядає? Тобто у практикуючого банку, тому що наш банк є один із лідерів такого кредитування. Перше, я думаю, треба дати об'єктивну оцінку, що найбільша проблема в тому портфелі, який називався, є іпотека житлова. Це соціальна проблема, дуже чітлива до кожної сім'ї. Інші кредити не є такими чітливими і менше захищеними. І ваш законопроект, власне, він про житлову іпотеку і не стосується інших кредитів, якщо правильно читати те, що написано. Я повністю підтримую. Це найбільше проблеми з тих, що є. Пункт другий. Ситуація від 5.05, як ми називаємо курс, до сьогоднішнього курсу, який дуже волатильний, ми його називаємо, змінюється часто. Вона не відбулася овернайт, не відбулася за одну ніч. Було п'ять років після початку світової і української фінансової кризи. П'ять років практики пошуку шляхів. Цей пошук шляхів за сторони банків не був дуже оригінальним, тому що ми не можемо продумати те, чого немає. Ми використовували практику з Центральної Європи, добре відома практика угорського уряду по тому, як врегулювати заборгованості. Скажемо, в нашому банку, я взяв спеціальну статистику, 20% всіх кредитів за ці 5 років були переведені в гривні. По частини подпільговому курсу, частини подпільговому проценту. Бо інакше позичальники не хотіли переходити в гривню навіть після кризи 2009 року, мріючи або не маючи об'єктивного уявлення, що може бути ще один скачок. Тому та ваша сьогоднішня ініціатива, вона є дуже правдивою. Але треба зважити, що це не відбулося вчора і сьогодні. Ця ініціатива могла відбутися і рік назад, і два, щоб ініціювати, мотивувати людей перевести в гривню і дати банкам правильний сигнал, в тому числі законодавчим. Бо зараз ми на планці 11 знаходимося і ситуація, про яку говорив пан Соганяка, не є ідеалістичною. Матеріально це виглядає непосильним тягарем для індустрії. Тому що ми сьогодні обговорюємо позичальників, але ми сьогодні не обговорюємо 17 банків, до яких черги вкладників стоять, у яких немає грошей. Якщо ми пов'яжемо, тобто ми розуміємо, як люди відповідальні всі, що відповідальність банків перед позичальниками по зміні ставок і зробити кредити… Я завершу, я завершу, має бути посильною і, скажімо, в нашому випадку кожний п'ятий кредит переведений в гривню. Ми вважаємо, що цей шлях є правильним в цілому. Треба знімати бар'єри бюрократичні, тому що були наслідки податкові від 20 до 40 відсотків додаткових податків, якщо банк врегулював і пробачав клієнту, як ми називаємо, хвостики, якісь заборгованості. В вашому випадку може бути 10, а може 20, а може 30 тисяч доларів, але якщо немає можливості гасити, значить, треба шукати шляхи і робити, як ми називаємо, dead settlement. Тобто фіксувати стан, який сьогодні є. Ще одна хвила, не буквально. Тобто, раз. Друге, це не можна назвати корупцією, тому що, напевно, це дуже теоретично звучить, але продаж майна заставного в інтересах позичальника і банка, чим краще продамо, тим краще, тим більше погаситься. Від 20 до 50 відсотків суми проданого майна йшло на витрати організації, які займають, підтвердити, продажі. І це зупиняло в регулювання боргу податкова система, ці витрати на продаж і обмеження в регламентах. Тому питання комплексне, я повинюся з вами згодом. Дві минути реклама. Дві минути реклама. Дві минути реклама. Дві минути реклама. Взять на себе не то, що роль арбитра, він тут должен сидеть в центре і всіх нас мирити і знаходити той компроміс, який тільки в його рухах. Тому що нормативна база в його рухах, яка позволить вам то ли резерви, то ли часть выкупити ваших активів, то ли ще якісь методи, вони присутствують. Але вопрос заключається в тому, що національний банк заявляє, що він тут вообще ні при чому. Це і здивігає вас то, що це взаємоплошення кого? Коммерційського банка і клієнта, заємщика. І все. А по сути то, причина то в цьому, і якщо ми беремо тогда саму суть, що національний банк отвечає за стабільність національної валюти. Якщо це так легко преодолевається чи нарушається, і за це ніхто не відповідає, і якщо беремо 2008 год, то за це, то є я ушел в 2005, і якщо було 5, і я говорив, що буде то, то я ушел в відставку. Те, хто був приверженець вот цієї політики, і удерживали його на приступно низку для економіки курсі, і затем неизбежно вважається цей. Але получив за це герой України. І вот ця ситуація, коли ніхто в країні не відповідає за те, що він повинен відповідає, тому що йому повинні функції, йому даны законодательні нормативи і даны валютні резерви. І в плані, коли все добре, він говорить о тому, що він такий красивий весь в шоколаді, а коли щось вийде, то він говорить, що я не відповідаю за валютний курс, це правительство. Тоді я спрашиваю, а чим відповідає тоді власть, коли полгода назад і кожен год в бюджеті країни записується курс, який буде на цей год. І якщо його рушат з 9 чи 8 до 12, і якби це відповідає, так тоді, що таке держава, які її функції і яка відповідає? Я не призываю, що за счет бюджетних средств погасити ці, допустимо, вбитки сьогодні потерпевших. Тому що в цьому треугольниці вийде, і цей вопрос задавався ще при валютних кредитах, на кого класть курсову разницю, яка відповідає. І весною 2008 року, коли я прийшов к Стельмаху, я вважаю, смотри, сошлись две криві, які? Це все резерви, ресурсы банків, т.е. вклади і населення, і корпоративного сектора були равни відданим кредитам фізичним лицам. Т.е. всі ресурси ушли на віддачу кредитів цих. Тоді я кажу, а де ж комерцій сектор берет себе кредити для обслуживання своїй деятельності? А куди? А вони ж тогда, тільки валютний істочник є за рубежом. Я кажу, ви що робите? І ось ми говоримо, що є відповідність великого механізму, який називається... Все депозити були віддані в кредитах? Все депозити і населення, і корпоративного сектора були віддані кому? Населінню. Плюс ще і привлекли із-за рубежа, і овали, не важливо, хто. І всі остальні, а саме головне, економіка, коли я кажу, що ограничьте выдачу кредитів, комерційськими банками, населінню, 40% від активів, остальне должны в економіку. І тоді ми можемо равномерно розвиватися без всякого ущерба. Ні, це було нарушено, всі побежали на внешний ринок, корпоративний сектор занял, і ви знаєте цю цифру, 110-150 млрд доларів. Тоді, тоді, не тільки держава зроблення, але і комерційські банки теж. А для цього є регулятор, який говорить, що статок, ви куда? Овці, ви куде йдете? Я вас вот так, я вас вот так. А це було, і все влезли в ці кредити. І тут дійсно вийшло, що ресурсов внутріння в гривні його не було. Але, поскольку ажіотажна вийдача, далі. Я все-таки хочу сказати. Одну секунду. Я одне слово говорю. Помніте тільки одне. Татьяна Анатольевна нам сказала, що нас всі заємщики смотрять сьогодні. Тому давайте говорити їм. Давайте їм говорити. Продовжуючи ту тему, про яку ви говорили. Ви говорили... Зараз закінчите. Про тему, про суть ви говорили, да? І винних по курсу. То давайте так, запитаю я вас. Вас запитаю. Чи готові ви взяти на себе плату за ті позики, які отримав Янукович? Разом із Азаровим і компанією під градусом? Одну секунду. Це політичне. Яка це економіка? Вони взяли 34 мільярди. Давайте зараз закінчим в рості. Ні, ні, почекайте. Подождите. Почекайте, ви слухайте. Значить, 34 мільярди, які вони взяли за 4 роки, плюс 25 мільярдів юліних. І в цьому році Україна має заплатити по цим боргам, це для вас вже, 9 мільярдів доларів. Я запитаю. Чекайте, уявіть собі, що вони не взяли тих боргів і ці 9 мільярдів є. І сьогодні плюс 9 до наших золотовалютних резервів. Який курс би був для вас? Далі. 40 мільярдів майже були золотовалютній резерві. В 91 році 38,6-х залишили 15. Якби у нас сьогодні було 38 мільярдів курс, запитання, який би був курс у нас на сьогоднішній день? Александр, а ми за чим ви не задовуєте? Я вам скажу. 38 мільярдів при привлеченніх 150-ти – це пшик по сравнению з тим, які вони должны були бути. Ви замилюєте тему, коли в Україні реально були украдені гроші валютні. А можна я все-таки скажу? І в результаті сьогодні, по сучі, цей законопроект переводить від реальних виновників сьогоднішнього стану з курсом на банки, які постраждали від цього самого курсу. Таня, хвилиночку. Оце якраз позиція банкірів. Ні, це моя позиція. Чекайте, оце зараз, я зараз прокоментую позицію Райфайзенбанку. Значить, давайте так. Зараз стратегічна позиція захисту банкірів, що ті, хто взяли кредити валютні і інші, вони винні у тому, що зараз банки не повертають депозити. Це вже йде в коментарях. Чекайте, я ж вас не перебивав. Я ж вас не перебивав. Значить, це стратегічна... Та ви говорите неправду. Чекайте. Ну, я ж дивлюсь коментарі, я ж подивився всі новини. Патерію, я бачу, ми ж здесь. Ми говоримо те, що здесь. Значить, стратегічна позиція банкірів саме в цьому полягає. Значить, я зараз хочу запитати Райфайзенбанку. От якщо, відверто, чесно, 2007 рік, коли ви видавали іпотечні кредити, ви брали з одного боку депозити українських громадян і кредитували бізнес гривнею і давали довгі кошти для своєї компанії сюди, для того, щоб кредитувати іпотеку на 20 років. Чи могли ви кредитувати іпотеку короткостроковими грошима? Ви ж це робили, ви ж закладали довгі кошти під іпотеку. Так чи ще ні? Я би підтвердив цей тезу. Ви згадаєте, яке було житло до початку кредитування житлової іпотеки? 20 років в чергах. Ми ніби вже забули, а дехто стоїло 30 років в чергах. З появою кредитів іпотечних вирішено багато житлових проблем, або дуже багато. Але інструмент, який запроваджений, був кволий, хворий. І нам треба сьогодні, я думаю, нашукати винуватих, тому що кожен свою плату платить. Позичальники, я би дав вам, дуже просив би не перебувати, дати слово вам, заплатили велику долю плати, тому що це і суди, і пересуди, і запрошення, і дзвінки, і в банк, і репутації людини, і нерви, і гроші, додаткові проценти і інше. Банки втратили капітал мінімум 30% від девальвації першої, і зараз ми втрачаємо капітал. Що таки втрата капіталу? Це може бути втрата ліцензії, це може бути втрата критних ліній, це втрата довіри інших банків і так далі. Тобто, очевидно, що плата платиться і дуже велика. Але мені вдається, що наша дискусія в пошуку, чому це відбулося, вона була б правильна. Але в порядку денному, які рішення пропонуються сьогодні і завтра, а не те, хто був винуватим, чому так виникло. Тому що плату сплатили ті 4 мільйони, що ви говорили, і вони продовжують платити. Давайте ми послухаємо позичальників. Знаєте, я хочу сказати... Якщо так сприяємо тільки двом лицам, а я кажу, що без третіва не обійтись. Смотрите, не дуже приємно знаходитися в крутгу мудрих мужчин, які осведомлені, ви професіонали свого діла. Я представляю звичних обивателів, це народ України. Ми прийшли в банк, коли всем давали кредити, ми прийшли, нам сказали, боже, ідеальний варіант, беріть, все замечательно, все стабильно, все отлично. Нікто із нас не являлся в то время профессіоналом. Благо, несчастье помогло. У нас юристів тепер можна без дипломів набирати серед заюмщиків. Ми все практически почти банкиры. Ми знаємо все раскладки, выкладки. Ми знаємо, де, хто за що пострадав. Але в той момент нам ніхто не просто не посоветував, даже не говорили, быстро, 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 вот здесь подписали, быстренько убежали. Но я хочу сказати, що в 2008 году, коли ми брали ці кредити, основна маса взяла все-таки где-то 2007-2008 год. Ми попали в цю першу волну кризиса в 2009 году. І вот з 2009 по сьогоднішній день, це практично 5 лет, ми платимо по повышенному курсу. Ми свої ризки вже на себе взяли давно. І на сьогоднішній момент нашому движенню всього 2 місяці. Я його організовала просто из фейсбука, написала комментарий в фейсбуке. І на мене навалилась целая лавина з таких же заємщиків, як я в Україні. Саме страшное, с чем нас хотят столкнуть банки сейчас, вони з нами вообще не разговаривали. Ми обошли все кабинеты, каждый із заємщиків написав миллион писем, обстучав все двери. Никто не слышит, і все говорять, ідіть, ідіть, це ваші проблеми. Сейчас, коли об'єднілись і нас услышали только благодаря тому, що Николай Николаївич подав цей законопроект, банки вообще нас полностью ігнорирують. Есть, не все, є банки, які де-то в індивидуальному порядку пытаються со своїми клієнтами решити. Есть, але це не все. Я хочу сказати, що у нас проблема стоїть ще в тому, що забирають залог, і ми остаємся должны. Якщо ви забираєте залог, банк, ви його оценивали, коли нам давали кредит, ви понимали, що цей залог превышає стоимость кредита, сумму. Ви це понимали, да? Тепер, цей залог виставляється на торги. На сьогоднішній день, почему я сказала за гривневих заємщиків, на сьогоднішній день є постанова Верховного суду України, коли можна виставити залог на торги с 50-процентной скидкою і в три етапа продавати. І в итоге ваш залог буде стоить, извините, 3% кто-то його купить, а всю разницю снова повесили на заємщика. Так, подождите, а як тогда банки з цього получають вигоду? Якщо вони забирають це житло, продають за копейки, з чого вони живуть? З чого вони видають тоді депозити? Якщо ви продаєте, ви це, извините, образно, якби банковська структура, ви продаєте наші кредити коллекторам за 3-5% от стоимости самого портфеля, подождите, так дайте человеку викупити. Может, кто-то викупит за 30%, дайте ему право первой руки. Может быть, вся Україна соберет в долги коров, коспа продає, у соседей одолжит, прийдет і купить цю квартиру. Ви же банки получаєте мизер после всіх продаючих фірм, после исполнительних, діти на вулиці, родители на вулиці, і ми знову... Перша, ми з вами... Спасибо вам за тонну. У меня емоції, наверное, да? Вас не тонну. Ви говорили правильно, у мене були емоції. Значить, реально, ви абсолютно, позичальники, не були готові до кредитування в Україні. Однозначно. Значить, держава нічого не робила для того, щоб просвітити населення, що кредит – це небезпека. Верховна Рада, тобто, не приймала ніяких рішень відповідних. Далі, я вам хочу сказати, що точно так само не були готові банкіри. Всі без виключення, в повній мірі, якби вони були... Ну, ви же професіонал. Почекайте, ми такі самі професіонали. В Радянському Союзі комерційного кредиту не було, Танечка. Слухайте далі. Ви всі свої міняють? Оцінку міняють, і то міняють. У них всі флекси були. А у вас залишається тільки константа. Не було. У нас... І от ви це застрахувалися. Почекайте, я зараз покажу. Я вас і дам дію. У нас не було. Так само нас не вчили. Ми не мали досвіду трьохсот чи двісті років кредитування. Розумієте? Іпотеки. Одну секунду. Одну секунду. Я говорю за систему. А ви будете за себе говорити. Почекайте. Комерційного кредиту не було. І третє, зараз каже, і держава не була готова. Якби вона була готова, то ти гибко в третьому році не прийняв би решення про допуск валютних кредитів. Якби банки були готові, чекайте, вони думали, що вони переклали на нас валютні ризики, а вони бумерангом повернулися на них. Розумієте? Подождите, якщо троє одинаково виноват, то опять зайомщик платить за всіх. Але платить за це позичальник. От ви всі навчилися на позичальник. Чи платять? І банкири платять, повірте мені. Чем? Чем? Тим, що продали колекторам за 3%? Якісню кредитних портфелів, збитків. Ви там говорили про якісь проценти. При нулівій інфляції 4 роки підряд під 20% брали депозити. Ви про яку іпотеку хочете говорити? Я хочу сказати... А зачем давати депозити 20%? Дайте по три. Дайте по три. А вій політики національного. Абсолютно неадекватно. Я говорю, не цена, а від фахинців. З точки зрения базовых характеристик ипотеки, я бы предлагал ее не обговорювать, потому что так, как выдавались в иноземной валюте в Украине кредиты, выдавались в Сербии, в Польши, в Чехии, в Словакии, в Румунии и в многих других странах. То есть на тот момент практика кредитования вот такого продукта ипотечного была бы очень ширлена в Центральной и Схидной Европе, в новинных рынках. Там не было надежно своей валюты. В каждой стране. Поэтому говорить, что банкиры не знали, что они делали, и клиенты не знали, что делали, это не очень точное. Поэтому, если взяли наш продукт, он точно отвечает группе Рейфайзен в 17 странах в Центральной и Схидной Европе. Питание, что он был... Чехии не отвечает. Мои люди вообще не выдавали. Что он был незахищен, и такая валютность, что вы сказали, оно все равно на сегодняшний час не решает нашей постановой. Потому что она завтра, або через неделю, або через два, набере силы. И нам нужно дать объяснение, что в той форме, в которой сегодня пропонуются решение, оно не завершено, Микола Миколаевич. Я пропоную сюда перевести решение. Давайте я прокоментую. Саввік, мы должны сейчас говорить, в каком контексте. Подивите, обговорюем. Рейфайзен Банк, действительно, есть категория, нужно даже банки разделить. Как позичальников мы делим, есть как Рейфайзен Банк, который дбает про своих позичальников. Он им делит спецкурс для конвертации, делит какие-то списания, если они хотят ранее погасить 30% суммы. Не накручиваешь штрафы. Чекайте, не накручиваешь штрафы. Чему? Банк дбает про клиента. Это тот банк, который дав из Австрии кредиты для своей дочерней компании в Украине. И сейчас, разом с позичальником, борется за их повернение. Идет на какие-то компромиссы. Есть другая категория. Такая, как Светбанк. Я приведу десяток примеров банков, которые дали сюда кредиты. Их выдали. Потом материнские компании продали эти кредитные портфели. И скидкой 85% для украинских бизнес-груп, для российских банков. И они сейчас, они не зацикавлены в обслуговании. Это не связано с депозитами. Они сейчас, шахрайским чином, за 500 долларов не обслугованного боргу, забирают квартиру в 100-150 тысяч долларов, выставляют ее на аукционе, продают за 5-10 тысяч своему близькому, какому-то знакомому. Звідти витягают додатковые прибутки банк разом с колекторами, заробляют гроши, обдираючи сотни тысяч добропорядных громадян, средний класс. Мы таким чином знищим в Украине средний класс. Так от мы, чому и приняли постанову закон Верховной Ради, заборонить, отбирать житло у громадян, где они проживают, и какие они отдали в заставу. Мы должны, вот сейчас, при обговорении, мы должны, вот я завершу, банкиры, зрозумейте, вы должны быть в первую очередь зацикавлены в том, чтобы добропорядные позичальники могли обслуговывать свой кредит. Это, если вы ставите вопрос, что они должны сами платить 120% своего сукупного дохода, так, 3-5 месяцев займают у соседей и так далее, но у людей уже нет денег на ежу, на медикаменты. Я уже не говорю про отопыток. То есть, жизнь перетворяется в ад. Хотели покращать свою жизнь, а тут они проживают на квартиру и на базу. Владимир Николаевич, если будет принят вот этот закон, о котором говорит Николай Рудьковский, нет, я говорю, вот этот, переводи кредитных обязательств иностранной валюты национальную, я тут читаю, все убытки от такого перерасчета ложатся на финансовые учреждения. На банки. На банки, да? Вот ваш банк конкретно, вот сколько убытков понесет? 2 миллиарда гривен до 2 миллиарда валюты. 2 миллиарда гривен. Банковская система между 30 и 30 за 50 миллиардов. Если у тебя 2 миллиарда активы, но и... Было запытание, было видно, да? Вот это курсовая 2 миллиарда. Это же не курсовая, там аж все. Там же и проценты нищие. Ну я же скажу. Пенни, пенни, пенни штрафы. Пенни штрафы. Треба децептить до 2 миллиардов. До 2 миллиардов. Я могу расшифровку дать, если что нужно, я дам штрафовку. До 2 миллиардов. Что значит для коммерческого банка, как ваш, потеря до 2 миллиардов? Это означает, что, например, банк может... То есть, очевидно, он будет взбитковым. Прежде чем там года. Он потеряет капитал. Банк может быть на такую сумму. Уничтожение меньше и дороже, або вообще они закрываются, если таки может быть. Для каждой из организаций, которая стоит взбитковой. Или, или, если не выстачает капитала до соответствующего уровня, а он складывает 10%, называется, адекватность капитала, то тогда национальный банк забирает лицензию функционирования. Мы, например... Причем сейчас у меня просто рекламная пауза. Я просто понимаю, что мы между, как вы говорите, уничтожением среднего класса и, в принципе, уничтожением банковской системы. У нас не уничтожение среднего класса, у нас уничтожение народа. Это геноцид народа, валютные кредиты. Извините, это не средний класс. У нас 200 суицидов. Давайте тогда поговорим после рекламной паузы о том, как решить эту проблему все же. Прямой эфир, Первый национальный телеканал 24. Сергей Александрович, ну давайте начинать искать решения. Как, чтобы, в общем-то, и средний класс, и все население, и банки, чтобы как-то, в общем, найти золотую середину. Ну, я уже говорил, что, в принципе, позиция третьего участника такая, что именно и сталкивает к этому, что эта проблема чисто коммерческая и носит отношения между заемщиком и банком. Это самая лучшая позиция для национального банка. И когда мы переводим этот процесс в чисто экономическую сферу, то получается, виновен я, а на вас, я же украл у вас 4 гривны. А вас свел, и процедуры... То есть украл 4 гривны? Ну, а как? Ну, взял, я отвечал за 8 курс регулярно. Взял, сделал 12. И все ваши пассивы, которые были в валюте, они сразу обесценились или, наоборот, приобрели для заемщика больше, для того, у кого валюта была. Просто дурной доход 4 гривны получился из этого. Ну, у каждого же в пассиве или в активе. По-разному же оценивается. Вы считаете, что национальный банк должен нести ответственность? Нет, нет, суть какая получается. Если мы переводим это в экономическую сферу и в правовой режим, который существует сейчас в стране, а относится он как займ, это что такое? Договор. Куда идите? В суд и так далее. И вы все перевели куда? И естественно, что выигрывает судья, смотрит по существующим процедурам, тут записано, обвиновать кто? Выбрались, платите, платите. Итого, в данной ситуации тупиковые, они должны платить. И мы опять возвращаемся, так они не могут платить. Ну, то есть, уже физически такой процент роста, он не потянет. И, во-вторых, остаются безнаказанными две стороны. Поэтому я говорил о том, что процедура лежит в волевом принятии решения, чем самым высоким законодательным органом, который обяжет три стороны разделить между собой риски. Все. А механизм можно выписать, это уже зависит от квалификации людей, которые сядут и скажут, мы договорились, мы обязаны, другого выхода нет. И поэтому, вот в данной ситуации, так надо работать. Суганяков почему-то считает, что он банкир более патриотичный, чем я, проработавший 40 лет в этой сфере. Но я считаю, что именно то, о чем говорит Рудьковский. В данной ситуации это тоже мы сейчас делаем, добавляем то, что мы делали на протяжении, после 2008 года, когда я говорил, что строили пирамиду, мы боролись с инфляцией и делали денежный голод и довели ставку до 30% по займам, ну, для экономики. И тем самым мы сделали геноцид собственной экономики. И поэтому активы у них дутые сегодня, все предприятия банкроты. И поэтому, если еще добавить, эти же готовы что-то платить. Но если с ними поступить так, то и они не будут платить. И таким образом, просто банки в силу инерции действуют так, как вроде все хорошо и ничего не случилось. И у этих всегда куча денег, и они все принесут, только надо их додавить. Я хочу поддерживать Рудьковского в том, что есть банки и банки. Вот пример такой. Из Ивана Франкевска приезжает клиент до меня, клиент, до речи, от этого банка. И говорит, я взял 40 тысяч долларов в 5-м или 6-м году. Там местный, накрутили им 90 страхами и пенями, а я говорю, готовый 60. Я приехал до Уссанча где-то в годы два назад. Кажу, что такое может быть? Не может быть. Отменил и получил человека. Это на подтверждение. Но есть банки, которые накручивают в цепени такие штрафы, где это правда. Я могу называть таких. Это волевое решение называется. Подождите, одну секунду. Так вот тут, для Национального банка. Я с Кубом имел на эту разговор. Он согласится. Это морально-профессионная непригодность человека, которая загоняет людей в кабалу. Что ему от этого? Подождите, а что ему от этого? Что ему от этого? Что морально не летит? Я говорю, что таких людей нужно прибирать из банковской галузи. А теперь, в частности, как решить эту проблему? Если говорить про ипотеку в целом, и про те суммы, которые мы называли, чтобы я цифры не говорил, то ипотека это делится на житловую ипотеку. И в первую очередь, это те люди, которые взяли одну квартиру в ипотеку. Скажи, что это же... Это тема дискуссии. И плюс до этого, в Министерстве социальной политики есть три субъекти. Банк, позичальники, держава. Винны все, в первую очередь, держава. Грошей в ней нет. Нехай, хотя бы там символично возьмут участь в этом процессе, для того, чтобы выявить поименно всех этих людей, которые имеют ипотеку житло. И банковская галузь готова на это пойти. Зрозумите? Но мы не собираемся земельных спекулянтов... Мне очень приятно слышать, что все-таки три ответственных лица сказалось, а не один заем. Пойти на зустрич земельным спекулянтам, которые понабирали в свой час земли по высокой цене. И сегодня хотели бы по пять за доллар заплатили. Да нет, уже давно, и все ко мне сидят. Я почитаю, что в одного банку 50% ипотеки – это ипотека земля. Коллеги, если бы мы в парламенте вчера не приняли решение про мораторий, который накладывает защиту на выселение граждан из квартир, я вас не перебиваю. Это непригодность Верховной Рады. Я молчу. Так вот, мы дискуссии с банками не мали. Они не зацикавлены. Я вам так скажу. Когда Турчина вставила, я вас не перебиваю. Вы же говорили, что мы же не перебивали. Я же вас не перебиваю. Это не аргумент. Я вас не перебивал, не аргумент. Он говорит не профессионализм Верховной Рады. Абсолютно. Это дискредитация Верховной Рады. Значит, давайте не... Верховная Рада первый раз за все свое существование с кризи 2008 года приняла единственное решение и защитила сотни тысяч людей от того, чтобы они опинились на улице. Я вас не перебиваю. Так вот. Это было начало того, чтобы банкиры начали шукать, как решить эту проблему. Потребно думать одно. Есть добропорядные позичальники. Они шукают шлях. Но если у них нет больше доходов, а вы их... Есть добропорядные банкиры, которые готовы идти на встречу. Так вот. Добропорядные банкиры. Вы мне скажите. Они только вчера появились. Они вчера появились после принятия законов. Вот скажите мне, чему в Австрии банк отримает депозит под 2%, под 3% выдаёт кредит под ипотеку, он прибутковый. Вы австрийские те же самые деньги отправляете в Украину, вы отдаете под 12%, значит, отримали... Что, члены в Верховной Раде не повертают кредитов, которые сидят на... Чекайте, отримали прибуток. Они не входят в мораторий. Подождите. И вы говорите, что вы сбитковый. Чекайте, вот те, которые не повертают, там дейте. А есть добропорядные, те, которые хотят обслуживать, так вот не треба перекладать ответственность на простых позичальников, которые хотят обслуживать кредиты. И мы должны найти решение на трех. Но они уже свою ношу взяли в 2008 году, когда платят по 8. Куда? Что еще на них перекласти? Николай, Сергей Львович. Сырик, может я? Потому что банк названный. Вот это вопрос. Ну хорошо. Дуже коротко, стосовно прикладу по Острійському банку. Действительно, маржа была закладена, как вы говорили, 30% до довартостей грошей. Но девальвация была 60. И построчные кредиты складывают 50% от порцеля. То есть оно не покрывает загальную порцельную. На жаль. 5 на 8. 5 стало 8. 60. Пункт 2. Сергей Львович, насправді, то, что мы сейчас говорим, потребует решения. Но если спросить, что есть в мире много примеров перевода всего порцеля с наземной в национальную, то примеров в Европе нет. Кроме одной страны. Угорщина. Угорский экономический метод или практика. Он был под большой критикой, потому что вы знаете, какие насыщики для экономики она получила, но и на него нужно посмотреть. Но правильная партия выиграла выборы. И там как раз решение, которое не подобается банкам, банкам не подобаются, там как раз предпочитают то, что Сергей Александрович пропонует. 50 на 50. Разница между курсом, который был и курсом, который стал, делит и государство, и банк. На державу, национальный банк, банк и заемщик. Ну, давайте так. Национальный банк, банк и заемщик. Ну, национальный банк, банк и заемщик. Не. А у него си бюджет? А вы что, забыли? Чего мы тут плутаемся? Потому что он стал каким? Национальным банком. И к державе нема и не яко. И послушайте комментарии от банков. Я за это, я отвечаю за внутреннюю стабильность. И так далее. Хорошо. Так вот, чтобы мы не лесомирили, давайте так. Первое, что ипотечные кредиты составляют в общих кредитах, ну, давайте, активы банков, кредиты, выданные всего 970 миллиардов, а они составляют всего 38. Поэтому ни о каком крахе банковской системы говорить не буду. Я в защиту... Какие 38? Спокойно. 38. 38. Данные на последнем заседании... Вот мы уже просто прокрептитывание взагали споживче, где 90 миллиардов. Они же говорят про споживче кредитование. Ну подождите. Я говорю, что я знаю. Олександр Анатольевич, я сидел понедельник. Там майже 100 миллиардов. Я сидел понедельник. Ну, первые данные я нацбанка. Ну, если это ипотека, давайте будем... Вот дайте договорить. Скажите, пожалуйста, мова идет про что? Про споживче кредитование или про ипотеку? Я вам заразно не знаю. Не-не, будь ласка, дайте ответ. Выясните на сутки. Сергей Асанчин не в курсе справы. Подождите. А я вам говорю, что там не идея, это только про ипотеку. Там споживче кредитование. Там где в залог. То там машины, и они готовы отказаться. Давайте не передергивать. Эта цифра объявлена представителем Национального банка на комитете Терехина, когда мы заседали это. 38 основная задолженность. 47 вместе с процентами и пенями. Проценты и пени можно вычеркнуть. Ну, то есть не проценты, а пени и штрафы. И остается 38 плюс некая величина на установленный процент. Это первый вопрос. Теперь давайте опять же. Житлову, ты выделяйте и будем говорить. Мы нельзя так защищать банковскую систему. Ее надо защищать было 5 лет, когда у нас стояла ставка 30%. Не прошло. Оно продолжается. И МВФ пришел, и ставка повышена. Это говорит о том, что непересмотрено. Опять мы боремся с инфляцией, которой нет, а есть дефляция. И давайте говорить о том, что почему вы так защищаете? Давайте это до одного бокса. Если Национальный банк в защиту банковской системы своими нормативными документами, незаконодательными, принимает, то при остановке выдачи вкладов. Вы не понимаете, что у нас в минулому році 81 миллиард відсотків нараховали банки по депозитам? 81 миллиард по системе. Как мы будем повертать? Где мы их будем брать? Вы думаете, что будет с системой? Савик почувствовал это. А вы думаете, я меньше думаю, чем вы? И давайте не перейдем. А вы еще добавляете 30 миллиардов бюджетов? Вы мне сейчас хотите что сказать? Что я менее квалифицированный или меньше думаю? Мне кажется, что мы говорим про разные вещи. Так вот я вас и склоняю к тому, чтобы мы говорили о том, чем здесь собрали. Мы это можем сделать, куда вы вытягнете? Взагалі земельных спекулянтов допомогать им? Чи тим-то коттеджи будовали? Зачем вы меня обвиняете в том, чего я абсолютно не говорил? Я говорил в том, что в этом законе все эти вещи вычеркнуты. Вы его не читали. Вы читали первый закон. Почитайте другий вариант. Еще раз говорю. А вы тем не менее настаивайте, чтобы нравится банкам, или я не знаю что. И чтобы больше... Я хочу бы найти нормальную мову. Еще раз сказали. Я думаю, что мы не сделаем. Мы должны понять масштаб проблемы. Значит, масштаб проблемы. Масштаб проблемы небольшой и для банков. Можно все-таки заемщикам выставить? Но заемщика, для заемщика, каждый, который остался и его выселяет из квартиры, он огромный. Поэтому мы и говорим. И суть их заявлений в том, что не по справедливым причинам они лишаются этого. Поэтому они говорят, что мы готовы платить. Так, подождите. Если вы говорите 38 миллиардов плюс проценты, да? Это чистая ипотека. Чистая ипотека. Значит, это поделить на троих. Что такое троих? Да. Не, не. А что, все на банке повесит? 38 это платить, они согласны. 38. Ты сейчас давай курсовую разницу. Смотри. Вот они были, кредиты, и пошел курс вверх. Так давайте оперировать номиналом, а не оценкой в гривне. Потому что завтра при 20 у вас будет не 38, а будет 128. Извините. Так давайте же говорите об одних и тех же вещах. Законодавец мовчит и не говорит, что мова иди про здравоохранение. Скажите, скажите, что это я після банкера. Это правильно, если бы мы сейчас продемонстрировали бы прямой эфир, что мы можем найти решение. Так. Потому что эта пакетировка, она показывает, что решения не будет. Абсолютно. Глядачи, не ждите ничего, потому что мы будем воювать, и камеры выключить, и продолжим завтра в тих или иных форматах. Поэтому мне кажется, давайте попробуем, какое бы решение влаштовало заключающие, банки, державу, нацбанк, общественные организации. То есть, может быть решение, где в течение или иной мере каждый внесет свой внесок. Миколай Николаевич, вот ваш законопроект даёт такое решение. Значит, вы знаете, я думаю, что после сегодняшнего рабочего группы, вот тут, разговора более конструктивная, не смотря на пикетирование. Я поделился, сегодня в комитете финансов и банковской деятельности было обговорение этого вопроса. Я сейчас, используясь находой, вертаюсь к гражданам, которые страдали от этих кредитов. Значит, банковское лобби объединяло, вот я вам четко скажу. Они уже переконали эмиссию МВФ и так далее, что все, никаких поступков в принятти закону, который внесен. Той мораторий, который мы приняли, это единственный инструмент, который сейчас стимулирует банки до пошуку компромиссов. И мне... Вы подумали, я подумал, что деньги, которые вы ввели из Украины, но что вы из банков звинувачиваете в кризе? Да, я говорю отверто, только после того, когда люди самих, их никто не звозил, приехали до Верховной Ради, переконали депутатов, они стали на их защиту, банки начали шукать решения. Николай Николаевич, ну мы же говорим на троих. Так вот, давайте, вот так вот, как раз в цьому контексту, на трех, вот я дивлюсь, Райфайзенбанк, той, який дбает про своих клиентов, он готовый в таком контексте шукать решения, где часть везет на себя национальный банк, где часть везет банк на себя и часть везет позичайник. Да он уже взял, потому что он уже один раз постраждал на курсе. А, чтобы вы понимали, банковское лобби не идет ни на какие компромиссы, ни на это выходит за рамки и так далее. Значит, это же тут дискуссия. Я же видел, как это произошло в комитете, и тому захист позичальников есть один. Только объединение, единая позиция, чтобы банки в конце концов между собой, собирайтесь с Нацбанком, находьте решения и запрепонуйте позичальникам. И мы найдем спільную мову, без политиков. Звичайно, запропонуйте, такий платеж щомесячный, чтобы они могли его обслуговывать не до черговой кризи, понимаете? Не до черговой кризи, чтобы они его могли обслуговывать на протяжении следующих десяти лет. А вот для чего вы можете думать про экономику, а не про властные богатства, которые имеют депутаты? Могу я все-таки как представитель заемщиков, я бы хотела все-таки сказать. Ну а вы, раз мы так работаем, значит, такая с нас эффективность. Мне приятно, что вы уже начали дебаты между собой, значит, такие решения, какое-то найдется между банками. Я хочу сказать, что до этого дня, до сегодня, вчера, позавчера, когда начались круглые столы, инициированные подачей законопроекта, мы хоть как-то вынудили банки нас слушать. Решений нет никаких, никто ни на что не идет, ну, по крайней мере, нас хоть слушают. Скажите, пожалуйста, не проще ли было всем заемщикам единоразово выйти и объявить все украинские страйки прекратить платить? Многие из них уже не платят, потому что не могут. Они вышли и не платят. А дальше? Но мы... Подождите, но мы... Подождите, это было же проще. Мы этого не делаем. Мы останавливаем народ, потому что они выступают. Мы ищем решения. Мы говорим о том, что мы средний класс, который хочет поднять экономику Украины. Мы верим в то, что власть пришла новая. Новые люди, новое сознание, новая страна. Но мы хотим заложить фундамент честный. И если бы все банки честно себя вели, я думаю, мы бы не поднимались с этой проблемой. Честно и разумно, конечно, по-мудрому. Есть одна такая пословица. Могу все-таки это сказать? Есть такая пословица. Дайте, хочу пару, чтобы было поганых. Лучше 100 из тысячи, чем миллион из ничего. Если позычальники, заемщики на сегодня готовы вам платить какую-то часть, какую они могут, могут, не просто захотел и заплатил, могут искренне занести, принести в банк оплатить, вы должны пойти навстречу только потому, что вы что-то получаете. Иначе ему больше нечего дать. Завтра прекратили платить. Вы хотите миллион? А можно вот такой дилетантский вопрос? А нету такой практики, как реструктуризация долга? Есть. Но чтобы реструктуризировать, нужно оплатить минимум 10 тысяч гривен за переоформление, пересчеты, передоговора, пере еще чего-нибудь. Понимаете, это такая кабала, в которую попали семьи. Еще я хочу две секунды. Очень красиво говорите цифрами. Правда. Вот я, как женщина, не профессионал. Я в этих цифрах не просто запуталась, как вы правильно сказали. Я уже схожу с ума. Люди, которые в регионах, услышав эти цифры, они просто не понимают, о чем речь. Четко есть твой долг. Когда ты смотришь, а у тебя долг 150 тысяч, женщина выбросилась у нас, пожалуйста, у нас. В Украине она выбросилась за окна в налоговой, где ей объявили долг. У нас больше 200 суицидов. Выселяют детей на улицу. Сегодня у меня звонок. Женщина из Ивана Франковска к нам приехала вчера на митинг, который мы организовали. Пришло распоряжение суда, постановление, выселить всех из дома. Там ребенок 13 лет. Приходит инспекция по делам, по защите прав ребенка. Она говорит, мы не можем отселить, ребенок живет. Они уходят. Через определенное время, не помню, 2 месяца, 3, приходит постановление, отселить ребенка отдельно. Ребенка нужно куда-то выселить. У него в пятницу забирают дом. У нее в церкви, в селе, все село сдавало ей 260 гривен на то, чтобы она приехала на митинг вчера. И таких уйма. В Ровно у нас есть семья, у которой забирают дом. Вся улица, понимаете, вся улица вышла на защиту этой семьи. Они просто отбили семью силовым методом, исполнительную службу и милицию. Люди самоорганизовываются. Нет доверия банкам, потому что банки не идут, даже не хотят слышать. Почему? Сядьте и скажите, ребята, у нас катастрофа такая же, как и у вас. Давайте растянем. Давайте вы 2-3 месяца платите сколько можете. Ведь мы же мораторий... Я прошу прощения. Мы мораторий попросили не для того, чтобы мы сидели и ничего не платили. Если вы примете решение за 2 недели, через 2 недели мы будем готовы платить с ними мораторий. Танечка, два вопроса. Скажите, пожалуйста, я за вопрос уже начал. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, банки хорошие и плохие? Скажите, среди позичальников, кроме честных, которые вы представляете, есть такие, как особенно в Верховной Раде? Подождите, в моратории четко стоит граница. В Верховной Раде не имеет позитивных метров. Есть? Нет. Ого, что там такое? Подождите, но они к нам айдан не входят. Читайте, в зеркале тижня. 100 человек написано, которые взяли кредиты по миллиарду. Значит, мы приняли решение, чтобы депутаты Верховной Рады не користувались мораторием. Я вам должен сказать, что у нас до конца программы 2 минуты, поэтому... Ну давайте же завершим по-нормальному. Давайте по-нормальному. Нам нужно, вот в результате дискуссии, мы бачим, что банки, я край Файзенбанк, готовы пойти на компромисс и разом с позичальниками, и если будет, возьмите частину на себя национальный банк, найти какое-то решение. Те банки, которые хотят наживаться, они, ну, звичайно, будут заниматься свою позицию. Но я надеюсь, что хватит разума у национального банка, у кабинета министров, дослушаться, что нужно все-таки находить разумное конструктивное решение, которое поддерживается большинство граждан Украины. И банкирами поддерживаются. Да, я сказал бы, это коментар стосово на выставление семьи и так далее. У нас на пику было 12 тысяч садовых процессов. Жахливая речь, майже безнадейная для банков в том числе. Приклады такие бывают, они жахливые. Я считаю, что это майже бандитизм. У нас... Майже это бандитизм. То есть, независимо от того, что законно, возможно, что есть прописано, но по жизни это бывает по... Я сказал бы так, по жизни это бывает поодиноко. Если бывает, то банк наш это не поддерживает. Треба шукать решения. Сергей Александрович, расскажи, а как центральный банк понесет свою ответственность? И нам треба его найти скоро. Он очень много инструментов, которыми он может помочь и банкам, и в плане ликвидности. Не, оно будет косвенно, когда центральный банк некими инструментами облегчит судьбу Лавренчука, то он сможет часть уже, взяв на себя той помощи, облегчить... Не, не, а всем остальным банкам. Я условно, но это... Ну что, Татьяна Анатольевна, что заемщики, которые нас смотрят? Что они подумают? Я бы все-таки хотела обратить внимание, что здесь не только ипотека. По одной простой причине. Люди брали кредит под залог своей ипотеки. Очень многие пострадали от того, что они не могут выплатить машины, попродавали или забрали машины, и сейчас у них забирают квартиры. Очень сильно страдают поручители. Поручители страдают просто катастрофически, потому что забрали квартиру у заемщика и автоматически забрали у поручителя. У нас люди оказываются на улице просто от того, что они не защищены. Но это на моратории как раз решает эту проблему. Вы хорошо сделали, чтобы подняли эту проблему. Мы пострадали от нашей безграмотности. Можно одну секундочку? Безграмотности. И мы на своем сайте делаем специальный раздел банковской, финансовой, безграмотности, чтобы люди могли зайти и прочитать. Вы сказали за меня? Это уже грамотно. Я скажу так. Дуже важно, чтобы мы начали слушать один одного по-справжному. И поднимайте эту тему. Ничего страшного. Те банки, которые порушивали моральные нормы, они должны пойти с рынка. А лучше остаться. Но вы можете помнить, что у банков есть, на жаль, очень много плохих позичальников. И они страждают с 50 миллионов. Все, прекрасно. Извините, но я вынужден вас прервать. Все-таки мы договорились. Это первая такая дискуссия. Спасибо. Спасибо вам всем. Завтра 21.40. Спасибо.